Вы меня сейчас слышите, друзья? Меня сейчас слышно? Здорово. Ну, всем привет. Я очень рад вас сегодня видеть. И надеюсь, что сегодняшняя встреча будет для вас очень полезна. Хорошо? Я думаю, что вы только что прослушали передо мной хорошего, сильного спикера, получили много информации. Теперь давайте поговорим сейчас о грамотном сопровождении. Это очень сильный навык, которым обладают люди, знающие, что такое сетевой маркетинг не первый день. Каждый человек, безусловно, хочет разобраться на самом деле, каким образом сделать так, чтобы команда всегда развивалась. Что сделать так, чтобы как можно меньше людей приходило и как можно уходило, и как можно больше людей вовлекались в ваш бизнес. Я хотел бы начать сегодняшнюю встречу с того, что те люди, которые меня не знают, я вкратце чуть-чуть расскажу о себе. Мне уже 40 лет, я в сетевом бизнесе больше 20 лет. В одном проекте, который я выбрал последних 16 лет, я являюсь приверженным тому, что делаю я в своей жизни. И, конечно же, безусловно, играет очень большую роль это то, что мои все действия, связанные были с сетевым бизнесом, которые подразумевались для того, чтобы не урвать, а получать долгосрочный пассивный доход. Вот, если хотите, вы можете видео сейчас выключить. Мое. Да? И я могу говорить только голосом, для того, чтобы вам было на самом деле удобно. Хорошо? Итак, давайте начнем с момента, что любой человек, который приходит в сетевой маркетинг, он ищет возможность получать пассив. Вот, если вам интересен регулярный доход, если вы хотите сегодня зарабатывать то, что вы делали вчера, важно разработать специальную концепцию, систему, которая позволит, начиная от новичка до звания президента, пройти этот путь без обрывов, без спадов, без кризисов, которые происходят часто у каждого человека, желающего построить успешную карьеру. Если вы знаете, мою информацию можно найти на разных каналах, на разных носителях. К примеру, я был приглашен на одно из мероприятий, которые проводил Артем Нестеренко. Это известная передача MLM Factor. Вы можете меня посмотреть в записи, если вас будет интересовать, как быть успешным в сетевом бизнесе для мужчин. Если вам интересно узнать информацию о том, как строить обучающую систему для своих консультантов, тогда, я думаю, что вам было бы полезно прочитать материалы известных журналов, к примеру, как MLM Перспектива или журнал Мир MLM. Если говорить о моей сфере деятельности, я человек социальный и публичный, поэтому, в принципе, если меня приглашают люди на какие-то встречи, если кто-то хочет узнать мою точку зрения вообще о всей индустрии сетевого бизнеса, а я в этом разбираюсь, меня приглашал такой известный Геннадий Балашов. Вы можете тоже в интернете написать «Севрук Балашов» и прослушать 45-минутную беседу. Думаю, что вам было бы очень много полезной информации получить о том, как политики смотрят на сетевой, и как сетевик отвечает политику, защищая наши интересы индустрии. Если вам интересно, то я написал совместную книгу с Ицхаком Пинтасевичем «Простой путь в бизнес», и вы можете много полезного узнать о том, как думает Ицхак по поводу MLM, что думает Киасаки про MLM, что думает Алексей Севрук. Если поговорить о моих достижениях, я буду подчеркивать об этих достижениях, но хочу сказать с полной гордостью то, что, наверное, я являюсь рекордсменом. Боже, если бы были рекорды Гиннесса, то я бы показал, что я получил максимальное количество чеков и доходов в сетевом бизнесе на Украине. И, конечно же, я могу похвастаться тем, что я побывал в 67 странах мира. 67 стран – это, наверное, такая цифра, которая многим не умещается. Но я хочу сказать, что я преодолел все эти расстояния с легкостью. Большинство стран я посетил с помощью надежных авиакомпаний авиалиний. Если говорить о том, какие у меня машины, ну, скажу, потому что огромная аудитория здесь находится мужчин, которые хотят в сетевом бизнесе развиваться. У меня три машины. Три машины на данный момент. У меня было в жизни больше машин. Но те, которые есть в наличии – это автомобиль Volvo XC70, Mercedes E250 CDI, новый автомобиль, получил недавно в подарок. И, конечно же, Toyota Sequoia 5.7 двигатель. Машина, которая весит 3 тонны, разгоняется за 5-6 секунд, 100 км в час. Обожаю автомобили и хочу сказать о том чеке, которым гордится сетевой маркетинг здесь у нас, на Украине и в странах СНГ. Это чек 560 тысяч долларов. Если кому-то из модераторов, если вы можете, то выключите видео для того, чтобы люди могли… и поставьте фотографию для того, чтобы я голосом лучше говорил, потому что тогда будет хорошая фокусировка на информацию. Хорошо? Если можно. Чек я получил за полгода. Квалификация, которая передо мной была стояла – это полгода работы. Теперь я расскажу подробно, как я работаю. Как я работаю со своей структурой, как я строю бизнес, как я сопровождаю, как я обеспечиваю динамику команды. Я хочу рассказать о том, что грамотное сопровождение состоит из плотного сопровождения и командного. Плотное сопровождение необходимо осуществлять с новичком в самом начале его карьеры. Это первый месяц работы, первый, второй, третий месяц его первых шагов в вашей компании. Дело в том, что новый человек – это как маленький грудной ребенок. И этот человек, который пришел в этот бизнес, его интересовало, безусловно, первые моменты, первые спорные нюансы. Как преодолеть возражения, как забрать первый заказ, как подобрать себе продукцию, как попасть на обучение, как предложить своим друзьям этот бизнес, чтобы они не отказали, как делать первые шаги в социальных сетях. И для меня такой был важный момент, что меня спонсор обучал всего лишь один месяц. Я ему за это благодарен. Я знаю, что есть много людей, которые обсуждают своих спонсоров, критикуют, говорят, что он со мной не работает, хотя он помогал вам год, три года, пять лет, десять лет. Я хочу вам сказать, что мне было достаточно поддержки моего спонсора в течение одного месяца. Меня спонсор поддерживал каждый день. Мы с Татьяной созванивались каждый вечер. Она показывала мне, как рекрутировать и ходить на холодный контакт. Она мне показала, как по холодным контактам собирать заказы на 100, на 500, на 1000 долларов. И я этому всему научился. Я прошел несколько раз одни и те же обучения, которые проводила для нас компания и команда. Потому что в сетевом бизнесе есть два понятия, которые надо использовать. Если обучение от компании, посещаем максимально. Если обучение от наставников, вы также само можете максимально использовать данную поддержку. Следующим важным фактором это в бизнесе является командное сопровождение. Что это за сопровождение? Тогда, когда ты вливаешься в коллектив, когда у тебя уже есть результат, и ты можешь обучаться у тех, кто параллельно с тобой растут. Ты можешь обучаться в рамках своей структуры, потому что у вашего спонсора, ну, вышестоящего шеф-спонсора, так называемого, да, вашего верхнего босс-спонсора, есть большая организация. И в этой организации есть достойные люди, которые что-то умеют делать, как-то умеют расти, как-то умеют работать, как-то проявляют в чем-то себя, в рекрутировании, в продажах, в интернете и так далее. И мы создали вот эту атмосферу в рамках нашей организации. Мы называем ее «Косатка». Она сокращенно является аббревиатурой «Команда Алексея Севрука» амбициозных альфа-лидеров, да, креативных творческих альфа-лидеров. И я думаю, что каждый из вас так же само, наверное, создал свою команду и назвал каким-то образом ее, да. Вот. И теперь мы поговорим о деталях, которые наверняка вас будут интересовать. Я работаю сейчас как в интернете, так и в обычном классическом варианте. Классика нам нужна для того, чтобы с людьми разговаривать. Как только пришел интернет, общение не прекратилось. Согласны? Это вполне нормально, что мы продолжаем дальше поддерживать отношения и все остальное. Когда президент компании, основатель компании Стив Джобс запускал свой Apple, да, он всегда собирал аудиторию, да, он транслировал по всем интернет-каналам по возможности презентацию нового айфона или макбука, но он обязательно транслировал это публично, лично, да, в оффлайне. Так же самое я взаимодействую и так, и так. Давайте поговорим о том, как я работаю сейчас со своей организацией, плотно сопровождая через интернет. Как я грамотно сопровождаю? Почему у нас получается заработать? Во-первых, сейчас век самых лучших технологий, информационных. То есть передача сегодня возможностей идет на большие расстояния, не только между городами, но и между странами. И так как я работаю в международной компании, для меня это очень удобно, потому что таким образом я как минимум охватываю на сегодняшний день профессионально 15 стран. Во многих компаниях уже эта система существует, да. И я хочу сказать, что, к примеру, если привести нашу динамику, то я могу подчеркнуть, к примеру, сейчас присутствует Татьяна Бабарико, один из самых сильных лидеров моей организации, она из Беларуси. То есть, если говорить о Беларуси, то 80% лидеров нашей компании – это лидеры моей организации. Если говорить сейчас о Кыргызстане, далекая страна, то 70% лидеров Кыргызстана – это моя организация. Если говорить об Украине, то наши компании, лидеры и структура в Украине – это около 50% лидеров, да, и консультантов, и потребителей, соответственно. Вот. Поэтому это говорит о том, что эта система работает. То, что было запущено, это срабатывает. Это не просто холостой случайный выстрел. Вот это действительно планомерно, систематично и приносит очень большой доход. Следующий момент. Мы используем инструменты клуба номер один. Мы создали идеальный клуб, да, клуб идеального бизнеса. И, безусловно, я думаю, что это дает возможность им легко это все делать. Если отвечать на вопрос, какие чеки у моих лидеров, чеки, ну, я приведу пример, что моя организация больше полторы тысячи человек, чеки которых от одной до пятидесяти тысяч долларов. От одной тысячи до пятидесяти тысяч долларов получают около тысячи человек. Все работают официально, все получают как предприниматели на расчетный счет, и не беспокоятся о том, что когда-то придет налоговая, и поднимет свою историю в достижение успехов, да. Следующий момент. Ну, если вы спросили про чеки, я хочу сказать, если говорить о себе, то в своем районе, в самом крупном районе для предпринимателей, в Святошинском районе города Киева, я являюсь самым крупным налогоплательщиком, и у меня самый крупный оборот, товарооборот моих доходов среди всех предпринимателей, которые являются частными, которые не юрлица, а физические лица. Поэтому я хочу сказать, что, в принципе, у меня даже есть грамота от начальника налоговой инспекции города Киева за то, что я правильно и честно, прозрачно веду свой бизнес. И налога, конечно, меня обожает и любит, да. Прихожу к начальнику, чашка кофе, в его кресле сижу, ну, вот такие вот дела. При этом, да, я хочу сказать, что больше, чем налоги, я не плачу. То есть у нас 5%, я думаю, что сейчас в каждой стране СНГ очень выгодные налоги для лидеров, консультантов сетевых компаний. Я думаю, что 5% или там 6%, например, в России, можно платить без отрыва от сердца. Уверенно, смотря бабушкам, пенсионеркам в глаза, что вы честно все заплатили. И следующий момент. Очень важно новичку в интернете дать пошаговую инструкцию работы с новичком. Наверное, все об этом мечтают, но мы это уже создали. Пошаговая инструкция работы с новичком. Действие. То есть есть определенный, допустим, кабинет, определенный сайт. Допустим, есть сайт, да. На сайте должен быть кабинет. Сайт должен быть закрыт. Для того, чтобы туда попадали именно ваши консультанты и люди, которые желают изучить, да, изучить ваши предложения. Ну, потому что нельзя знание выкладывать всем, потому что оно не будет тогда цениться. Согласны? И в разделе «Команда» он проходит регистрацию нового партнера. Ему надо позвонить. Я думаю, что нетрудно позвонить человеку, который хочет попасть в свою команду. Цель звонка – познакомиться, пригласить на презентацию. Почему? Потому что система подачи информации, обучения при работе в интернете – это видео и вебинары. Сегодня такая система, что у меня одновременно в течение одного дня может быть 5-20 новичков только на первую линию и персональную группу одновременно. И я не справлюсь с тем, что каждому по отдельности объяснить. Если он слишком очень перспективный, тогда я тогда с ним смогу… Физически у меня есть возможность только с ним поговорить, с очень важной персоной. С остальными работаем, мы обучение проводим, собираем в группу. Или даем ссылку на вебинар, или в записи даем. И уже после просмотра, если у человека возникают какие-то вопросы, мы тогда уже лично с ним контактируем, я или мои люди. Дальше. Новичку сложно ответить качественно на начальном этапе на все его вопросы. Тем более продублицировать меня, к примеру, моему новичку сложно. Поэтому, в принципе, мы берем как раз группой, и я беру на себя ответственность провести обучение для всех. Следующий момент. Мы не даем сразу всю информацию по телефону или скайпу. А зачем? Если человек, возможно, вы знаете, что есть отток, и он может отказаться от бизнеса. Почему 3 часа надо ему высказывать все по полочкам, чтобы он потом сказал нет? Поэтому мы, в принципе, даем краткую информацию. И его приглашаем на групповое обучение. Следующий момент. Всем уже надоела переписка, всем уже надоели спамы. Согласны? Мы не любим сами читать. Люди у нас визуалы. Им проще посмотреть видео. Верхушка айсберга. Человеку надо показать верхушку айсберга, что айсберг есть. Конечно же, у людей возникают какие-то страхи. И важная задача показать видение. Видение перспективы. Возможности не только самой компании, а возможности этого человека. и то, каким образом лично вы сможете помочь этому человеку. Как лично вы окажете ему поддержку. И как поможет в этом вся ваша команда. И очень важно подчеркнуть, что в компании по факту не должно быть обязательств. Какие-то жесткие. И вы должны объяснить человеку, что вы человека ни на что не толкаете. И объясните человеку, что вы не можете дать всю систему сразу. За 15-20 минут. Вы просто можете вкратце сказать, что она есть. Если хочешь, приходи к нам, разберешься, вникнешь, поймешь и так далее. Человек заходит, становится в список партнеров. И мы видим, что тот партнер, который прошел обучение, мы видим, что он уже стал партнером, потому что он зарегистрировался, получил там свой номер и сделал первые свои шаги. Если он вошел на сайт, но не просмотрел начальное даже видео, он не попадает в список партнеров или кандидатов. И тогда мы с ним уже можем списаться уже в свободное время. То есть для нас он сейчас не приоритет. Но мы все равно в течение 24 часов с ним держим связь. Цель звонка. Какая цель звонка человеку, который хочет попасть в вашу команду? Познакомиться, пригласить на презентацию, помочь зайти на вебинар. Добавить человека в скайпе или позвонить ему по телефону. Пишите ему в скайпе, к примеру, вы зарегистрировались в клуб идеального бизнеса. Да, как вариант. Вам удобно сейчас говорить, я займу 2 минуты вашего времени. Или звонок по телефону вместе со спонсором. Здравствуйте, вы зарегистрировались в какой-то клуб. Вам удобно сейчас говорить, я займу у вас 2 минуты времени. Если он согласился говорить по скайпу или по телефону, вы делаете звонок обязательно со спонсором. То есть у нашей системы есть такое понятие. 10, 20, 30 звонков первых надо делать вместе со своим спонсором. То есть встреча должна проходить 2 плюс 1. Тогда она уменьшается большим успехом, чем обычная, если новичок пытается проводить встречу самостоятельно. Вы должны уточнить и спросить. Хотели узнать, что именно вас заинтересовало в нашем клубе. Чем вы занимаетесь, кем работаете. То есть вам надо знать, кто перед вами. У нас такая система, что позволяет сразу отслеживать этого человека. Мы сразу его видим, какой он в Google, какой он в YouTube, какой он в ВКонтакте, в Одноклассниках, в Facebook, в Twitter и в Instagram. Наша система позволяет это отслеживать. Вы оказались в нужное время, надо рассказать, и сказать, когда у вас будет вебинар. И вы сможете получить там информацию. В течение 30 минут вы получите ценную информацию. У меня очень много слайдов, поэтому успевайте за нами. Возвращаться не могу физически. Если вы хотите написать письмо, вы можете написать краткое письмо. Образец письма я могу вам быстренько зачитать. Вы оказались в нужное время и в нужном месте. У нас как раз последний день промоушена. Если вы успеете именно сегодня посидеть трансляцию вечером 18.00 по Киеву, Минску 20.00 по Москве, 21.00 по Астане, вы сможете получить ту информацию, которая даст вам возможность легально зарабатывать через интернет вместе с нами. Сегодня у нас в гостях эксперт-гость. Он более подробно расскажет об этом бизнесе, к примеру. И вы можете попасть в первый раздел, шага номер один, трансляция. Попасть на трансляцию этого видео. Дальше. Человек прослушал презентацию. Что делать с ним дальше? Сразу звонок со спонсором, не отходя от текста. Понравилось, да или нет. Интересно, да или нет. Деньги увидел, да или нет. Вот. Получить три да. Обычная классическая схема. Сегодня мы с тобой подробнее посмотрим, как работают инструменты в личном кабинете. В офисе главное разобраться с твоими вопросами, которые у тебя есть. Которые у тебя возникли после презентации. То есть у человека после презентации должны возникнуть вопросы. Однозначно. Правильно? Или как зарегистрироваться. Или позадавать какие-то спорные вопросы и все остальное. И тогда у вас будет более положительный разговор. Дальше. Пусть он должен задавать вопросы, вы должны слушать. Отвечайте коротко. Не влезайте в более подробное описание. Вы должны акцентировать, когда человек попадает к вам в бизнес, акцентировать внимание не только на самой компании, на качественном продукте, а на качественной поддержке, на качественном спотном сопровождении. Потому что в принципе человек и так разузнает о том, куда он попал. Но он не знает, какая система сопровождения и обучения. Вот об этом вам стоит позаботиться. И должны показать простоту использования инструментов. Вы должны сразу договориться на берегу. То есть с ним сразу надо договаривать. Мне важно знать. Ты решительный человек? Он должен сказать да или нет. Мы с тобой рассмотрим инструменты. Ты сможешь позадавать мне вопросы. И тогда в конце ты дашь мне ответ, да или нет. Если человек скажет, мне надо подумать, ты скажешь, у тебя было достаточно времени, чтобы склониться в одну и другую сторону. Поэтому мне нужен решительный чек и решительный ответ. Если нет, никаких проблем. Мы взрослые люди. Отказ это нормальный, я воспринимаю. Вполне возможно, ты сейчас не готов. И это тебе сейчас не подходит. Это тоже нормально. Не все хотят иметь свой бизнес и предпочитают работать на работодателях. То есть распрощаться с незакрытыми дверями. И возможно, к нему обратиться через месяц, через два, чтобы он должен быть у вас тоже зафиксирован в Excel или в Google таблице, для того, чтобы вы могли потом поднять все его данные и снова к нему обратиться, поговорить. Потому что, возможно, у человека что-то поменяется в жизни. Дальше, следующий момент. Если да, мы тебя регистрируем, ты получаешь уникальные инструменты нашего клуба MLM 3.0. Расписание обучающих мероприятий и вперед к достижению цели. Будешь ли ты серьезно обучаться? Договорились. Обязательно дождитесь ответа, чтобы он сказал, что он хочет обучаться. Дальше. Если ответ отрицательный, прощайтесь и не задерживайтесь. Больше дайте ему возможность временно созревания. Чем раньше его отпустите, тем быстрее будет созревать. Хорошо, тогда давай посмотрим, как выйдет и работают все инструменты. Вы обсуждаете конкретно поэтапно те инструменты, которые вы ему предлагаете. Объясните, что такое активация, для чего это ему нужно. Спроси ему, насколько это перспективно заниматься через интернет. Ну и отвечайте, здесь играете на диалог. Вы должны быть интерактивны, чтобы быстро спрашивать и быстро отвечать, чтобы человек понимал, что вы обучаете своим действиям его, так же само работать со своей командой. Объясняйте некоторые принципы построения бизнеса, образования, правильной регистрации и так далее. Вот человек сказал, все, я хочу. Вот, кстати, Влад спрашивает, что такое MLM 3.0. Это концепция, созданная лично мною. Это на лучшие наработки классического маркетинга и маркетинга под названием MLM 3.0. Помните, очень много есть информации, которые рассказывали про сетевой бизнес на автопилоте. Очень хорошая идея была и так далее. Но, как мы заметили, без плотного сопровождения, без классики здесь не разобраться. Полностью автоматизировать сетевой бизнес невозможно. Я достиг максимального уровня автоматизации до 80%. Можно автоматизировать. 20% это более момент личностных отношений, личного общения с человеком и так далее. Поэтому оффлайн и онлайн – это то, что дает нам MLM 3.0. Хорошо? Два слайда, пожалуйста, назад. Вот. Сфотографировались с скриншотом. Да? И теперь два слайда вперед. Один. Вот ваш скриншот, пожалуйста, Светлана. Вот еще. Вот сказал он слово «я хочу». Мы проводим с ним вторые, третьи, четвертые встречи. Потом мы проводим с ним координации. Что такое вторая встреча? Первая встреча – это вы проводите… Вы человеком выяснили его основные потребности. Да? Вы его просканировали, дали ему какое-то определенное задание посмотреть видео или же вы сказали ему о том, что человек может позадавать встречные, начальные вопросы. На второй, третьей, четвертой встрече вы уже плотно с ним сопровождаете его. Вы видите, что он сделал первые шаги, первые ошибки. У него были первые контакты. Вы обсуждаете список знакомых. Вы выводите его на точку энтузиазма. Вы расширяете его потребности. Вы задаете ему наводящие вопросы. Вы это можете делать в офисе. Вы можете это сделать по телефону или по скайпу. Поэтому я рекомендую вам таким вот образом, в принципе, на самом деле, дистанционно так же самоподдерживать. Вы знакомитесь с семьей, если уже это человек, которого вы видите, что это вроде бы лидер, да? Узнаете максимально все о человеке. Когда вы находитесь у него дома, это вообще шикарно. Обсуждаем методы регулирования, потому что запомните четыре главных шага от Алексея Сибурка, каким образом можно стать успешным в седьмом бизнесе. Первое. Надо принять решение. Если человек не принял решение на сто процентов заниматься бизнесом, у него ничего не получится. Правильно? Чуть-чуть беременным быть невозможно. Или ты беременный, или ты не беременный, да? Это идея. Второй момент. Это определить источники потока людей. Любой бизнес, нефтибизнес с заправками, продукты питания, сфера коммунальных услуг, нужны люди, которые постоянно будут появляться снова и снова, которые будут пользоваться услугами и продуктами. Новые люди. Любой супермаркет зависит не только от старых клиентов, но и от притока новых клиентов. Согласны? Если не будет притока новых клиентов, то и старые тоже скоро разбегутся. Согласны? Вот. Поэтому здесь второй этап – это где брать людей. Вы должны создать поток, массовый, мощный поток, каждый день массовой регистрации в вашу организацию. Третье. Вы должны создать или использовать систему обучения всех ваших вышестоящих спонсоров, наставников. Люди должны быть в системе обучения. Если люди не будут обучаться, они убегут туда, где есть сильное обучение. Поэтому здесь очень важный момент – дать людям знания. Без знаний люди не знают, что за продукт, они не знают, что за компания, что маркетинг-план, как она развивается, растет. Они не встречаются со своими коллегами, они не видят, что будет завтра. Поэтому очень важно обучение. И четвертое – это мотивация. Мотивацию создает компания, в которой человек работает, и мотивацию создают топовые лидеры, которые обучают, запускают промоушены и сопровождают. Поэтому если смотреть с конца, компания платит деньги. Это мотивация. Всегда мотивация. Чики, премии, вознаграждения, путешествия, личностный рост. Третье – это обучение от спонсоров и от компаний. Второй момент, который мы сказали – это поток людей. Он ложится на плечи кандидатов. Лидеры, спонсоры дают инструменты, подсказки, обучение, направление, где брать людей, но сам человек этих людей будет находить. Его задача – набрать свою организацию и команду. Хотя, в принципе, все это легко делается, потому что это делается при поддержке спонсоров. И первое – это принять решение. Вот эти четыре взаимодействия, как стул, на котором держится концепция. Это, на мой взгляд, это то, как я вижу и как это работает в моей организации, в которой находится больше, чем 250 тысяч консультантов, как минимум в 15 известных для меня странах. Составляем досье на человека. Что такое досье? Это данные о конкретной характеристиках человека, его телефон, где он в социальных сетях, чем он живет, какое сообщение задания вы подали ему в последний раз, какие обучения он прошел, какие видео он смотрел и так далее. Фамилия, имя, отчество, дата рождения, электронная почта, скайп, номер консультанта, телефоны, место работы, ситуация в семье, кто влияет, кто зарабатывает, цели, мечты, планы, личный подбор продуктов. И опять, есть продукты, которые он использует из вашей компании. Помощь в чем-либо по жизни. Тоже надо давать ценные советы. Если человеку надо решить вопрос в продаже дома и так далее, помогите человеку хотя бы подсказать, морально подсказать, где дать объявление, где купить машину, тоже должна быть подсказка. Предложите пойти вместе выбрать в автосалоне этот автомобиль. Понимаете? Следующий момент, который вам необходим. Найти общее, сделать акцент, выделить хорошее качество человека, похвалить, сделать ему комплимент. Это очень важный момент. Следующий момент, это выделить хорошее качество человека и хвалить его за соответствие. Не надо хвалить его за то, что у него нет. Если у него красивые глаза, скажите, что у него красивые глаза. Если у него хороший голос, похвалите за хороший голос. Если он великолепный продавец, похвалите за его навыки и качество великого продавца. Понимаете? Не надо, если человек высокий, ну если человек низкого роста или ниже среднего чуть-чуть, да? А вы видите, вот ты такой высокий, не надо говорить на человека, который сегодня, ну немножко перебрал весе, временно перебрал весе. Не надо говорить, что ты стройный, да? Он говорит, что ты постройнел, да? Похвалите за то, что сбросил там 3 килограмма. Но говорите всегда правду. Вот проблема рекламы, если она жесткая реклама и обманчивая, то люди это определят, увидят и больше никогда за вами не пойдут. Поэтому всегда говорите правду. Дальше прописываем критерии бизнес-партнера. Я буду с вами работать. Мы сейчас работаем с вами, ребята, это как тренинг, да? Я прошу, чтобы вы были максимально сейчас на пределе внимательны. Потому что то, что даю я вам, вряд ли кто-то это сделает. Согласны? И я говорю то, как я работаю пошагово. Я сейчас с вами разговариваю так, как я разговариваю со своими людьми. Я сейчас не ставлю барьеров никаких. Я хочу вам помочь. Потому что на самом деле, поверьте, времена сейчас для экономики не лучшие. И мы должны все-таки это понимать, да? Какие-то санкции появляются, там какая-то вражда идет между разными странами. Сегодня не важно, в какой компании вы сейчас находитесь. Важно, чтобы вы сохранили динамику и научились работать грамотно, по-новому. Работать современно, работать эффективно. Вот это очень важный момент сейчас. Хорошо? Я работаю сейчас с вами сердцем. Я думаю, что вы это почувствовали уже, да? Прописываем критерии бизнес-партнера. Я буду с вами работать. Если вы позитивный, обучаемый, ответственный, там можно добавить решительный, да? На этого человека идут люди. Вы можете проверить, как на него идут люди. Идут ли они вообще, да, регистрируются или нет. Если у человека за месяц нет ни одной регистрации, у меня вопрос. А нужен ли мне этот чек в моей команде? Согласны? Дальше. Он слышит и слушает спонсора во всем. Он делает личный оборот. Ну, к примеру, там 150 баллов. Я думаю, что это средний показатель, который есть в стандартной системе бизнеса, да? Работает минимум 3 часа в день. Есть еще спонсорское время дополнительное, да? Имеет имидж директора или руководителя, или менеджера, как называется, в вашей компании. Хочет стать минимум директором. Присутствует на всех мероприятиях. Запомните, на всех мероприятиях. Если вы работаете в интернете, он не появляется живьем. Поверьте мне, ребята, долго эти люди на своих креслах не усидят. Поэтому вопрос, как людей вести на мероприятиях, это уже отдельная тема, Виктория. Поэтому отслеживайте. Вот я просто вам сейчас покажу, что, если вам интересно, у меня есть запись прошлых вебинаров, или как я сопровождаю людей. Все эти записи есть на моем канале YouTube. Напишите «Алексей Сибрук», найдете мой канал «Мистер Сибрук» и увидите. Вы можете следить за моими новостями в ВКонтакте, в Инстаграме, в Твиттере, без всяких проблем. И тогда вы более подробно можете об этом узнать. Сегодняшняя тема у нас – грамотное сопровождение. Как правильно сопровождать лично и с помощью интернета. Вот появился у вас ключевой человек. Что с ним делать дальше? Вы с ним должны подружиться и выслать моему мотивационное какое-то видео. Вот здесь он уже подписался, вы можете выслать ему мотивационное видео. Добавить его в группу для общения. Составить досье. Объяснить концепцию работы вашего бизнеса. То есть очень важно, чтобы взаимодействие было действительно очень плотное. Расскажите все технические моменты этого бизнеса. Как зарегистрироваться, как сделать заказ, как попасть на обучение, как где скачать материалы и так далее. Дальше. Расскажите про успешный старт, про акции. Выявите потребности. Вам надо провести для этого 2-3 встречи. За одну встречу вы не поймете. Чек раскрывается. С каждой встречи все снова и снова, и все больше и больше. Приглашайте на вебинар встречи возможностей и особенностей вашего бизнеса. Или встречи к спонсору. Видео новых директоров покажите. Составьте график работы с ним. Подберите продукцию и помогите записаться на мастер-класс. Сделайте с ним созвон почти ежедневно, 2 каталога подряд. Обсуждайте список знакомых со спонсором, 15-20 встреч. Делайте совместные 30-40 первых встреч и 10-20 вторых встреч. Создайте план ему роста на менеджера. То есть вертикали роста должна быть. План на менеджера и директора. Ближайших полугода. И тогда у вас получится дальнейшее взаимодействие и построение бизнеса. Какие есть ошибки при сопровождении? Давайте поговорим. Они есть. И они даже есть у профессионалов. Поэтому новички должны тщательно смотреть, чтобы в будущем этого у вас не было. Ваших ошибок. Не выявлена истинная мотивация. Вы просто слишком сильно показываете, что это вам надо больше, чем человеку. В моем бизнесе, запомните, новичку надо больше, чем мне. Новичок должен больше хотеть достичь успеха, чем я. Тогда он будет расти. Запомнили? Дальше. Второе. Досье составляет ваши партнеры на ваших людей. Досье составляет ваши партнеры на своих людей. Но они знакомят с этими досье, потому что вы будете взаимодействовать с глубиной. Боговоренный график. Вы не проводили встречи. Или не проводили встречи ваши ключевые партнеры. Или не проводили обучение. Дальше. Список людей кандидатов не был обсужден правильно и конкретно. Созвоны были редкие. Раз, два, три дня всего лишь. Не было фокуса на конкретных партнерах, которые у вас хотели достичь успеха. То есть, как правило, бывает ошибка. Гоняемся за новенькими, а забываем о тех, кто делает заказы, рекрутирует и посещает обучение. Вы думаете, что они сами будут расти? Ничего подобного. Если он показал себя, что он лидер, это не означает, что если вы не будете его сопровождать, он будет сам развиваться. Он показал, но вы должны оказаться рядом. Знаете, как человек пришел, с витрины взял камеру, идет к кассе. Надо идти его обслуживать. И общаться с ним. И помочь ему гарантийное письмо и все остальное, визитками обменяться и так далее. А не бросать его на производство судьбы. Убежать к тем клиентам, которые пришли в магазин фототехники. И решили просто посмотреть, какие новые мобильные телефоны, но не покупать. Дальше. Был неполный личный подбор продукции или не было подбора продукции для двух-трех семей в его окружении. То есть, если человек пришел ко мне, я помогу ему подобрать себе то, что ему понравится. И помогу ему, объясню ему, как он может охватить две-три семьи вокруг себя. Обратная связь после просмотренного видео. Обязательно. Если вы выслали видеоролик и думаете, что он сам на вас наберет, большая ошибка. Новички, как правило, всегда пассивные, а вы активные. Мир делится на пассивных и активных. Если вы не проявляете активность, значит, ваш бизнес может не так развиваться, как вы хотели бы. Дальше. Не было четкого письменного плана у вашего бизнес-партнера. Когда он начинал подсчитывать деньги, как выйти на новые звания. И встречи проводились в отсутствии бизнес-партнера. То есть, если вы проводите встречи на глубину, без присутствия его высшестоящего личного спонсора, тогда бизнес может остановиться. Потому что новички должны потом все равно взаимодействовать со своими спонсорами. Если вы, как главный руководитель, работаете с глубиной, а между вами спонсоры не задействованы, тогда это все искусственное и временное построение бизнеса. Дальше. Покажите видение своей компании. Вы должны показать мероприятия. Вы должны показать чеки. Вы должны показать, как вы тусуетесь. Как вы отдыхаете за границей от компании. Как вы ездите за границу в пять стран, к примеру, там, вместе организовываете туры на свою команду и так далее. Обеспечьте четыре веры. Спросите, ты сомневаешься в самой компании? Он говорит, ну нет, известная компания, к примеру. Ты сомневаешься в продукте? Нет, его покупай. Ты сомневаешься в себе? Человек скажет, да, я сомневаюсь в себе. Ты сомневаешься в команде? Нет, в команде не сомневаюсь. Если человек сомневается в себе, значит, вы должны знать, ему надо пройти тренинг по личностному росту, называется уверенность в себе. Или ираторское искусство, например, да. То есть вы должны разобраться. Если он сомневается в компании, вы должны повезти его на самый большой семинар или ассамблею или какой-то саммит. Если он сомневается в продукте, вы должны рассказать о том, как нравятся вам продукты и показать результаты других знакомых, как этот продукт работает. И порекомендовать ему заказать один-два продукта, чтобы человек сам протестировал и сказал, что этот продукт работает. Каждому воздается по его вере. Михаил Булгаков перефразировал слова Библии. Дальше. Составляем график активности на каталог. Заводит ежедневник и отмечает время для бизнеса выходные. Считается только то, что ты делаешь, а говорить может все, что угодно, сказал Ричард Хелл. Поэтому для меня очень важна эффективная работа партнеров. Не то, что говорит, ой, я там целый день занимался бизнесом. Я спрашиваю, что конкретно ты сделал за сегодня? Какие твои были конкретные действия? С кем ты говорил? Что ты ему сказал? Как он тебе ответил? Как ты предложил? Как ты провел презентацию? И так далее. Прорабатывайте методы рекрутирования. Начинайте со списка знакомых. Варианты приглашения обсудите. Онлайн, мастер-класс, список знакомых, холодные контакты. Выбирай им с человеком, каким методом он хочет расти. Если ключевой партнер появился, он пишет список знакомых в моей команде. Он пишет список знакомых не 100 человек, а 20. И мы начинаем с 20 прорабатывать. И мне важно, чтобы напротив каждого человека мой партнер прописал под мою диктовку, как приглашать конкретного человека. Мы обсуждаем человека, и я ему советую, как пригласить этого человека для построения бизнеса. На встречу со мной. Возле каждого кандидата прописывайте вариант приглашения. Дальше. Учим делать промоушн на спонсора. Если новички не умеют делать промоушн на своего наставника, значит и к этому новичку серьезно относиться тоже могут быть под большим вопросом. Проводите вместе с ним 30 встреч и более. Добавляйте в чат спонсора, а также в групповой Facebook и Skype. К примеру, как я добавляю, у меня есть специальная группа «Косатка». Работайте с возражением. Как работать с возражением? Если презентация, а все презентации проводятся на 90%, на 99% качественно, если презентация 100%, возражений больше нет. Но если они возникают, возражения, а возражение это скрытое согласие, скрытое желание узнать больше информации, вы должны отработать человеком ответы на возражения до автоматизма. К примеру, проверьте, обсуждайте, что, кто сказал или написал, и как ответить. Я рекомендую книгу и аудиокнигу Бухтиярова «Путь от возражения к согласию». Бухтияров в моей структуре в глубине из Одессы сапфировый директор, и он написал несколько много классных книг. Я думаю, что вы его прекрасно знаете, и вы можете посмотреть его видео на канале YouTube и достать каким-то образом книгу «Путь от возражения к согласию». Очень полезная информация. 22 основных возражения, которые есть в сетевом бизнесе. Вкратце отвечает эту книжку, может прочитать даже новичок. «Никто никогда ничего бы не сделал, если бы сперва опроверг бы все возражения», сказал Самуэль Джонсон. «Испытательный срок 2-3 каталога». Проведите испытательный срок с ним, но вы должны сказать ему, что давай поработаем 2-3 месяца, и тогда я скажу тебе, каталог это 21 день у нас, ну пусть будет месяц, давайте пусть будет месяц, да. Мы работаете 1-2 месяца, вот так запишите, 1-2-3 месяца, и я тогда скажу, насколько ты подходишь ко мне, как ключевой партнер. Наша задача научить проводить все. Показываем, как провести, в том числе, вторые встречи, 30 встреч, можно больше. На структуру, как проводить координацию, как проводить планирование, как проводить коуч. Ни одной встречи без человека не проводим в течение двух каталогов, или двух месяцев. Если я провожу встречи сам, то для себя я решаю, что это не ключевой партнер, для кого я проводил встречи на глубину. А этот человек является проводником, и под ним я нахожу ключевого партнера, с которым я буду всегда уже взаимодействовать. А промежуточное звено, я просто с ним буду здороваться и спрашивать, как твои помидоры на грядке. Обеспечьте быстрый результат. Это очень важный момент. Отзадачивайте пригласить первых 2-3 человека уже в первый день. Первый-второй день надо обязательно постараться, чтобы были проведены 2-3 встречи. С оффлайна или онлайна. Минимум одна книга должна быть прочитана в ближайшую неделю. В ближайшую неделю должно просмотрено одно серьезное видео. Один диск в неделю. И мы прописываем, какие диски мы рекомендуем. В каждой компании свои диски, поэтому вы можете вставить свой список, какие диски вы рекомендуете. Пригласите на встречи, какие встречи проводятся по поводу построения бизнеса. Приглашайте 10 человек. То есть постарайтесь поставить планку, что новичок должен постараться найти 10 человек на обучении. Не нашел ничего страшного. Стремись к тому, чтобы ты приглашал 10 человек. Ничто так не мотивирует человека, как быстрый результат. Согласны? Поэтому главная фокусировка должна быть на быстрый результат. Прошло, к примеру, 3 каталога, 2-3 месяца. Человек вышел на уровень менеджера. Заработал первых 100, 200, 500 долларов. Скажите ему о том, что он ваш ключевой партнер и ему нужно совершенствоваться. Посещать обучение, к примеру, посещать массовые мероприятия, проводить самостоятельные встречи, проводить повторные встречи. Скажите ему самую главную фразу. Все, что я делаю с тобой, тебе нужно будет делать со своими людьми. Поэтому ты должен все записывать, даже мои рекомендации, которые я тебе говорю по телефону. Знания недостаточно, необходимо применение. Желание недостаточно, необходимо действие. Говорил один из известных людей, которых я очень сильно симпатизирую. Брюс Ли – это великий человек, который, в принципе, достиг невероятных успехов за столь короткую свою жизнь. Вот таким вот образом, посмотрите, мы составляем таблицу, чтобы отслеживать, что человек успел сделать. Мы пишем фамилию, номер консультанта, телефон, скайп, досье. То есть, есть досье на него, нету досье. Звонок, спонсор, когда, какого числа, когда была проведена вторая встреча, когда он прошел возможности бизнеса, когда он попал на мастер-класс, был ли он на успешном старте, когда, сколько было из 30 встреч, если было там 5 встреч, пишите карандашиком, да, если вы в электронной версии заполняете, то в Excel очень легко это все корректировать. Ссылки, дали вы ссылки человеку или нет, и провели ли вы для человека координацию или не провели координацию. Это привлечительный список того, что вы ожидаете от человека. Вы также можете просто отслеживать, что по отношению к этому человеку вы уже сделали. Хорошо? Дальше, навыки. Через книги, видео, тренинги, АСБ можно развивать эти навыки. Личностные навыки, которые я ожидаю от ключевого партнера. Обучаемость, позитивно мыслит, уверенный в себе, у него огромное желание иметь гораздо больше, амбициозный, доброжелательный, добрый, желает помочь другим, думает о людях, порядочность, гибкость, ответственность, дисциплинированность, харизма и креатив. Деловые качества. Планирование и анализ, целеустремленность, коммуникабельность, организованность, умение вовлечь, умение продать, приглашать, ораторское искусство, интернет, ворт, эксель, клавиатура. Самые необходимые моменты. Если мечта или идея приходит тебе в голову, значит у тебя есть потенциал для того, чтобы это все реализовать. Согласны? И функция, которую я вам рекомендую, да, это альфа-лидеры, которых мы создаем, помогаем им возродиться. Альфа-лидер, и быть, делать, иметь, это сначала для меня, кто передо мной, кто он есть, да, потом, что он делает. АСБ – это Академия системного бизнеса. Академия системного бизнеса. Просто, ну, как бы, я так назвал свою систему обучения, называется Академия системного бизнеса, и это готовые пакеты, да, по велосу, по продажам, по интернету, по лидерству. У меня готовые записи есть по Академии. Дальше. Следующий момент. Да. Вопрос, который мы с вами на обучении обсуждаем. Что он делает и потом, что он имеет. Если он это будет делать в бизнесе, тогда он получит тот результат, который вы с ним запланировали. Что вы получите, когда вы будете взаимодействовать в этой системе? Вы в системе, так называемой, грамотного сопровождения. То есть мы сегодня привели пример работы в интернете и в обычной жизни. Мы это совмещаем. Человек должен получить, современный новичок, в сетевом бизнесе должен получить личный кабинет, пакетом инструментов, с полностью автоматизированной системой поиска и подключения новых партнеров. Чтобы даже не было аналогов у тех, кто работает по старинке. Должно быть бесплатное бизнес-образование внутри вашей команды. Такое образование, которое человек не получит нигде. от тех людей, которые уже построили тот бизнес и получает пассивный доход. То есть я хочу сказать, что это очень важный момент. Если у вас нет вашего пассивного дохода, вы должны продавать пассивный доход вашего стоящего наставника. И человек должен получить практически круглосуточную и пошаговую поддержку. Да, действительно, мы даем ему готовый сайт, наполненный полностью всеми обучениями, инструкциями, видеозаписями, видеоинструкциями по 5 минут, как зарегистрироваться на сайте, как пройти обучение, как пройти стартовую программу, как делать продажи, как подписать 50 человек. Это все делается. Мы это делаем внутри своей организации бесплатно. Если это делается в индустрии, безусловно, это идет за деньги, потому что используется сильный ресурс. Да, где обратные деньги? От оборота или от образования? От образования идет. От того, что вы их обучаете, надо обратную связь получить финансовую. Но если я даю инструменты, человек в моей команде растет, у меня единственное условие, чтобы вы понимали, если человек приводит людей и делает товарооборот. Если он не делает товарооборот, не приводит людей, он не может использовать эти инструменты. Вот то, как мы взаимодействуем и то, как мы строим свой бизнес в MLM 3.0. Теперь я готов ответить на те вопросы, которые у вас сейчас есть, чтобы помочь вам разобраться, потому что в течение сегодняшней презентации вы задали около 15 вопросов. На все вопросы я не смог походу ответить, потому что я был сконцентрирован на проведении темы, чтобы быть максимально полезным и не отвлекаться на отличие вопросов от той темы, которую я проговаривал в данную минуту. Со спящими я не работаю. Со спящими работают у меня, у меня есть два секретаря, которые обзванивают спящих, предлагают им, задают им 10 вопросов, в том числе вопрос, если у вас желание познакомиться с Алексеем Севруком и узнать больше о бизнесе, бизнесе в интернет. Первые слайды хотите посмотреть? Хорошо. Сейчас я быстренько покажу. Давайте я буду... Если спонсор не обучается, ну вы являетесь спонсором, вы являетесь спонсором для своей организации. Антон, я правильно понял, что можно повторять мое выступление. Сейчас я покажу быстренько слайды. Так, смотрите. Первый слайд, второй слайд, третий слайд, четвертый слайд, пятый слайд, шестой слайд, седьмой, восьмой, девятый, десятый. Да, после меня нету сегодня уже спикеров, поэтому можете меня немножко помучать. Если спонсор вас не учит, вы должны исправить ситуацию и вы должны обучать своих людей, если вы хотите стать легендой в сетевом бизнесе. Как я взаимодействую со своими топ-лидерами? Основное. Я провожу два мероприятия. На золотой конференции, на бриллиантовой конференции, я за границей их собираю, и те, которые топовые лидеры у меня квалифицировали. Я провожу обучение, у меня каждый вторник обучение для всей моей организации, в том числе для топов. Каждый вторник. И каждый топ имеет возможность со мной контактировать, общаться, получать личные консультации. И плюс я провожу по итогам заграничной конференции, мы приезжаем на родину и организовываем большие мероприятия в Киеве на большие встречи. Плюс еще у нас перед банкетом или после банкета сразу проходят тоже большие встречи. Есть ли разногласия по методу рекрутирования со спонсором? Я думаю, что вы все-таки найдете общий знаменатель. Спонсору виднее. По сути, спонсор реально больше разбирается в том, чем разбираетесь вы. Если вы придумали новый метод и у вас нет результата, то значит этот метод может быть хороший, но вы не до конца умеете его сейчас проявить. Вам надо больше получить знания. Узнайте, кто из вышестоящих спонсоров может вас поддержать в данном направлении. Делать это согласованно со своим спонсором. Но демократично. Как я рекламирую сайт системы MLM 3.0? Я его не особо рекламирую. Если человек хочет узнать, как я работаю и почему у меня такие чеки, почему у меня такие машины и такие путешествия, он меня сам находит. Я вам скажу честно, если я начну рекламировать MLM 3.0, очень будет слишком много регистрации, а мне очень важно качество. Для меня очень важно, ребята, это качество. Я уже насмотрелся. Мы и так, если судить по моей организации, и так достаточно большое, хорошее количество людей, 250 тысяч человек. Цель не иметь тысячи консультантов. Цель, чтобы эти консультанты работали, чтобы они были активными. Согласны? Так, отвечаю дальше. Как попасть на обучение в АСБ? Если вы в моей организации, мы проводим эти АСБ для вас. Если нет, то вы сможете спросить у ваших... Смотрите, почему я так сразу говорю? Сейчас я был открыт для вас, но поймите меня правильно, что вас спонсор по одной системе учил, вы хотите научиться по другой системе. Когда у вас в голове будут две-три системы, машина не может ехать на разных системах, поверьте мне. Это очень сложно и нереально. Поэтому ломать систему я не собираюсь. То, которое создали все ваши верхние спонсоры. То, что было создано в вашей компании, это было создано правильно, потому что это дает результаты тем, кто выше вас. поэтому помните, что каждое обучение подстраивается под определенную компанию. Есть основа какая-то. Сегодня я говорил на общем языке, но есть уже детали. Например, есть wellness-клубы. У нас wellness-клуб проходит вот так вот. В Гербалайфе по-другому, в МВА по-другому совершенно вообще. Поэтому здесь вы должны согласиться со мной. Хорошо? Если другая компания MLM 3.0 подойдет или нет, не знаю. Я не пробовал. Я применил это на своей компании. Обучаю ли я параллельные ветки? Если есть время, то я выезжаю. Меня пригласили в Казахстан, меня пригласили в Москву, Кремлевский дворец съездов. Я выступил там на 5 тысяч человек. Меня пригласили в Лужники, 25 тысяч человек. Я выступил перед всеми параллельными ветками. Меня пригласили на Байкал. Я выступил среди топовых лидеров, которые сибирского региона. Ну, в принципе, меня пригласили в Польшу или пригласили меня в Италию. Я поехал там провел обучение для параллельных веток. Если у меня есть время, я провожу. Но вы знаете, что сознательная жизнь, которую мы помним, она одна. Поэтому весь фокус на семью и на свою структуру. Данная встреча сегодня я спланировал, что у меня есть для вас 2-3 часа. Выделил, попросил семью подождать, погулять в парке, в кинотеатр пойти, в театр, все остальное я уделяю вам время сейчас. поэтому давайте максимально используем то время, которое у нас уже есть сейчас. Если человек работает в другой компании, как получить опыт для себя в MLM 3.0? Смотрите за моим каналом YouTube. Я понемножку буду давать материалы, которые будут понадобиться всем. Вот это я могу вам сказать. подпишитесь на мои каналы Twitter, Instagram, и вы таким образом можете отслеживать в какой-то степени. Я думаю, что вам сначала надо отработать то, что я вам сейчас рассказал. Вот это то, хотя бы то, что сегодня мы говорили о сопровождении, вот это будет нести вам большую пользу. Дальше. Меня благодарят за обучение много-много людей. Я вам говорю взаимно, у вас сильная энергетика, потому что я сегодня был в ударе. Какие планы на 2015 год товарообороте? Ну, как всегда, десятки миллионов евро товарооборот по-любому мы будем развиваться и расти. Есть ли у меня директорские группы, которые есть? Да, у меня есть очень много. У меня есть за последний год ребята, которые за полгода стали директорами в первой линии через интернет и в глубине, Я думаю, что в персональных глубине, есть персональные директора, есть слишком в глубине, а есть персональные директора, то это тоже около 30 директоров, которые через интернет выросли. Рекомендации в параллельные проекты. Одна рекомендация – слушайте наставника в вашем проекте. Это будет главная рекомендация. Хорошо? Приеду ли я в Армению? Приеду, наверняка приеду, да. Это будет очередная страна, очередное достижение моей жизни. Так, отличный тренинг. Какие правила успешного старта? Правила успешного старта – это взаимодействие со своим новичком, чтобы человек сделал личный оборот, самый необходимый. Пропрактиковался на продажах. Продажи – это навык. Продажи – это навык. Если человек не умеет продавать, он не может быть настоящим лидером. Поэтому любой сидевик, он умеет продавать. Хотите быть сидевиком number one, вам надо пройти этот путь. Этот путь никто не проскакивал. Я занимаюсь благодарительностью внутри своей организации. Мы помогаем своей организации. Если какой-то мамочке надо, если у кому-то операция какая-то в организации, мы обязательно занимаемся благодарительностью. Безусловно, мы поддерживаем тех, кого мы знаем. У нас, Маша Помощь, есть целенаправленность. У нас есть фонд внутри организации, который мы используем. Так, дальше. Дальше. Сколько миллионеров я вырастил? Я думаю, что около, если посчитать, около 10 миллионеров. Ориентировочно около 10 миллионеров. Есть понятие масштабных человек. Как вы считаете, это врожденное качество или приобретенное? Я хочу сказать, что мы все родились масштабными людьми, но по тем или иным причинам люди не проявили себя как масштабный человек. Масштабным может стать каждый. Потенциал в любом человеке есть. Посмотрите, пожалуйста, на Нико Вучича, человека без руки, без ног. Он стал масштабным. Но никто не мог бы сказать, что он будет масштабным человеком. Поэтому ресурс заложен в каждом. Уметь достать этот ресурс. Я думаю, что это... Вы, Люба, задали вопрос такой, на который я отвечу, что и так, и так да. Это врожденное качество, которое надо еще в жизни приобрести и заслужить. И развить. Буду ли я в Беларуси? Был в Беларуси неоднократно и буду еще, возможно, даже в этом году. Когда я буду снова в Москве, возможно, в этом году буду. Если ваш спонсор утверждает, что работа на земле более эффективна, чем в интернете, что вы можете сказать по этому вопросу? Что надо задать встречный вопрос. Если бы банковская система была работала сейчас без интернета, она могла бы быть на таком уровне, как сейчас? Если банковская система была бы сейчас без интернета, она была бы на таком уровне, как сейчас? Я думаю, что ваш спонсор даст правильный ответ. Какую литературу я, видео я рекомендую? По литературе Наполеон Хилл, 10 уроков на салфетках, ваш первый год в сетевой матринге, Ярнелов. Вот эти книги самые основные, которые я вам рекомендую. Какое видео показываете чеки, банкеты директоров, мероприятия вашей компании? Если есть основная работа, когда ее можно оставить и окончательно заняться МЛМ? Максим, я бы сказал бы сразу. Я бы на вашем месте сразу бы начал заниматься. У меня просто слишком были амбиции. Если вы планируете, ну, вам трудно оставить работу, поставьте себе срок, что до Нового года я работаю на основной работе, но я обещаю себе, самому себе, вы обещаете и спонсору, что вы выйдете в своем проекте на доход в 500 или 1000 долларов. Хорошо? Поставьте себе сроки и сумму. Но если вы не заработаете 500 тысяч долларов, вы все равно переходите в проект МЛМ. А то если сказать, когда вы заработаете, знаете, ваша основная работа вас никогда не отпустит. И будет специально мешать, чтобы вы не заработали 500 долларов. Так, хорошо, вопросов больше нету, да? Дорогие друзья, я хотел бы спросить у Антона, сколько сейчас было человек на сегодняшнем мероприятии, чтобы мое тщеславие немножко погладить. Напиши, пожалуйста, сколько было человек. И помните о том, что сетевой бизнес, сетевая индустрия – это индустрия номер один, которая дает вам огромнейший толчок, огромнейшее развитие в построении вашего бизнеса, вашего личного бизнеса. Я хочу сказать, что если бы не МЛМ, я бы не смог бы показать таких результатов. Я не был бы таким спикером, у меня не было бы целого паркинга, таких шикарных дорогих автомобилей, которые в сумме стоят, как автомобиль Ferrari. У меня бы не было такой крепкой семьи, такой сильной команды. Поэтому я хочу сказать, что уверен, что сегодняшняя встреча сделает важный толчок в вашей жизни. Знаю, что мы будем с вами поддерживать отношения, дружить. Знаю, что вы здесь присутствуете для того, чтобы увеличить свои доходы несколько раз. Буду вам полезен. И большая благодарность тем организаторам, которые основали саммит. Потому что я уверен, что это не только один человек. Я точно знаю, что в этом мероприятии участвовало как минимум 5-10 человек, которые налаживали коммуникацию, делали рассылку. Спикеры, которые приглашали в свою подписную базу, чтобы все мы получили ценные рекомендации от каждого спикера. Потому что сегодня и на протяжении всей недели выступаю не только я. Надеюсь, что вы получите много полезной информации от других спикеров. Я хочу, положив руку на сердце, сказать вам, что без вас индустрия сетевого маркетинга не была такой яркой. Поэтому каждый из вас сделал уже свой вклад и сделал свои усилия. Наблюдайте за моим ростом, смотрите за тенденциями, смотрите за новыми идеями в сетевом бизнесе. Наблюдайте за тем, что мы создаем пассивный доход. Касатий сказал, что хотите быть третьим чертом квадрате, найдите лучшую компанию, на ваш взгляд, по вашей оценке. И получайте пассивные дивиденды, получайте... Главный совет, не бегайте из проекта в проект каждый раз. Закрепитесь, создайте что-то серьезное, надежное, проверьте свою компанию, чтобы вы могли наслаждаться жизнью, а не дергались от названия к названию. Потому что менять проект это очень болезненно. Зато классно, когда ты что-то выстроил и можешь гордиться, как Соломон царь ходил вокруг своих зданий, золотые дороги строил, да, и смотрел на них с гордостью, да. Вот я это сделал на века. Поэтому я за надежный бизнес, проверенный бизнес. До скорых встреч, друзья! Вы гениальны, вы лучшие! Счастливо, пока-пока!